Замечательно. У нас представители на сцене. Это уже отлично. И есть представители агентского бизнеса, кто непосредственно работает с полевым персоналом. Супер. У нас как раз именно тот состав, который и нужен, наверное, для того, чтобы этот процесс запускать. Благодарим вас, во-первых, за участие в этой сессии. Я очень надеюсь, что всем будет интересно послушать и поговорить про тренд в современном мерчендайзинге. Хочу для начала представить наших замечательных спикеров. У нас такой состав, как я уже сказала, представителей всех направлений. Сергей Киселев, заместитель директора мерчендайзинга компании «Битл». Екатерина Аронова, руководитель направления мерчендайзинга «Битл СН Продакшн». Думитро Чаттерджи, как раз руководитель направления внешних аналитических продуктов компании «Лента». Елена Кузина, руководитель аутсорсинга торговых команд «Градус». Екатерина Ивашкевич, представитель аналитического продукта «Селари индекс», который занимается мониторингом заработных плат полевых сотрудников. Собственно, я, Юлия Планкина, представляю ассоциацию мерчендайзинговых агентств «Ама» и возглавляю направление развития бизнеса в «Темгрупп». Да, коллеги, кстати, хорошая идея. Спасибо, Думитро. Если у вас есть какие-то вопросы, мы могли бы действительно сейчас их для себя зафиксировать, а может быть даже уже начать диалог с этих вопросов. Понятно, что большое количество точек, магазинов, и мы на данном этапе физически не можем организовать вообще какой-то контроль в этих магазинах. То есть вот что посоветуете? То есть какое-то агентство или какие вообще варианты возможны в этом случае? Вы хотите адресовать вопрос? На старте проекта. Да. Как организовать вот этот контроль? Продаж в сетях. Наш завод находится тоже очень далеко от центра России. Мы находимся в Татарстане. И наша адресная программа покрывает больше 5000 торговых точек. И занимаемся как раз таки контролем. Первое – это работа на платформе агентства, если она у них есть. Но, как правило, сейчас у всех агентств есть своя онлайн-платформа, на которую выкладываются фотоотчеты. Остатки и вся ситуация, которая в торговой точке. Это первый вариант. Второй вариант – вы можете обязать агентство при заключении договора использовать вашу платформу, если она у вас есть. Либо какого-то стороннего производителя, что будет, наверное, для вас более какая-то актуальная и честная информация, чтобы вы не сомневались в том, что вам предоставляют. И третье, с нашей стороны, контроль. У нас есть еще операторы, которые просматривают все фотоотчеты на портале. Они разделены по сетям и дают обратную связь сразу же сотрудникам. Что необходимо исправить, где аутостоки, какая выкладка. И, соответственно, у агентства есть три дня на то, чтобы ответить на вот эти все замечания и сделать исправление на полке. Вот таким образом. Ну, плюс у нас есть еще аудиты наших региональных сотрудников, которые выезжают в поля. И они не только фиксируют недочеты, но они помогают еще в регионах решить проблему на местном уровне, когда у сотрудников не получается. С нашей стороны. Слушайте, на сегодняшний день, как бы вот мое мнение, мы раньше работали с двумя-тремя агентствами, достаточно крупными. И на сегодняшний день, мне кажется, что все-таки дело за малыми агентствами, которые непременно работают в определенном регионе. У них уже есть там своя команда, и у вас не будет сотрудников, которые работают в самой сети, и их еще за допплату привлекают выкладывать ваш товар. То есть, ну, как бы, я не против сотрудников, но у них у самих не хватает рук на то, чтобы сделать свою работу. И мерчендайзер им нужен именно для того, чтобы помочь. А тут получается, что мы у него забираем его единицу. Он ни свое не успевает, и если сотрудник заболел, получается, что в сети ни продавец не работает, ни мерчендайзер. Поэтому, ну, как бы, мое мнение, лучше брать региональные агентства, которые сильны в определенных филиалах, и вам так будет гораздо проще. Ну, отчеты-то при этом будут. Отчеты будут, конечно. Спасибо. Ну, я бы мог добавить, смотрите, вначале до всего этого, то есть Екатерина замечательно рассказала весь процесс, до всего этого нужно определить, а надо ли оно вам. Ну, потому что до того, как вы начинаете тратить на это деньги, ну, ваш собственник должен ответить на тот вопрос, или вы ему должны ответить на следующий вопрос. А что я получу взамен? Или что я сейчас теряю, какие деньги я сейчас теряю, ну, из-за того, что у меня этого нет? То есть это должно быть на уровне точки. Конкретно, какой процесс вы собираетесь, какую дырку в процессе доведения товара до покупателя вы собираетесь решать через мерчендайзера? То есть у вас большие аутовстоки, у вас не запускаются акции, у вас, не знаю, начинается какая-нибудь, там, не размещаются пасмы, если они у вас есть вообще, да, и так далее. То есть если этого, то есть вот вы берете эту проблему и начинаете думать, каким образом, какими людьми вы будете их решать. Можно начать там с наскоков, например. А вообще посмотрели там, ну, пробежались по полям, вот, объяснили, что, ну, как бы, ребята, давайте все-таки вот на это обращать внимание. Оно у вас появилось, потому что одна из проблем операционных, да, в любой сети, это когда новинка появилась, никто о ней ничего не знает, она пылится на полке, просто потому что ее забывают, ну, то есть в процессе выкладки, да, или последние, например, там, на промо меняют ценник, там, и так далее, да. Вот, то есть, соответственно, исходя из этого, вы понимаете, какую проблему вы атакуете и какой у вас репертуар начальных решений. После того, как вы поняли репертуар этих начальных решений, вы попробовали, решили проблему, посмотрели на результаты продаж. То есть оно вообще как-то у вас отбивается, не отбивается. Если отбивается, тогда, да, тогда можно сказать, вот, прийти с этим кейсом, да, и сказать, я могу увеличить продажи на точку на, там, 20%. Тогда, собственно, говорит, вот, мышок денег, иди и бери агентство. И дальше по схеме Екатерины. Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий, спасибо большое. Да, спасибо большое. Мы немножечко уже вперед забежали. Но я надеюсь, мы, как бы, ответили на ваш вопрос. Давайте тогда пойдем дальше. И предваряя, соответственно, то, о чем мы будем говорить, я очень кратко обозначу тренды в мерчендайзинге, которые мы сейчас в настоящий момент наблюдаем. Ну, во-первых, если говорить о том, что видит покупатель в магазине или что он хочет видеть, в первую очередь мы говорим, конечно, об аммонеканальности и бесшовности покупательского опыта. То есть каждому покупателю крайне важно видеть похожую или одинаковую картинку как в онлайн, так и в оффлайн. Приходя в торговую точку, он видит определенные цены, определенную выкладку, качество продукта, и ему хочется видеть то же самое, соответственно, на маркетплейсах. Когда мы говорим о бесшованном покупательском опыте, мы говорим о единстве подходов, промо, в цене и так далее. Если мы идем от производителя, конечно же, здесь крайне важна ориентация на результат. Производителю важно видеть, насколько эффективно работает мерчендайзинг, насколько он дает или стимулирует продажи, и естественная минимизация аутостока при этом. Если мы говорим про ритейлера, то здесь крайне важно использовать методы анализа для повышения эффективности. Мы обязательно сегодня об этом поговорим, как это возможно использовать, и как это использовать в качестве предмета диалога, соответственно, с ритейлером и поставщиком. И когда мы говорим о полевых командах, потому что на самом деле мерчендайзинг делается, в первую очередь, руками людей, то есть это не абстрактные команды, не абстрактные агентства, это живые люди, у которых тоже есть свои цели, задачи, и они работают с кипяйсом, у них есть зарплата, у них много что есть в плане потребностей. Мы не забываем про полевые команды, которые крайне важны, и они работают как раз-то тоже на результат. Здесь мы должны думать о том, как удержать этот персонал, как мы можем повысить их мотивацию, чтобы они не ротировались ежемесячно или ежегодно, для того, чтобы как раз-то работать на качество. Это я обозначила в качестве таких ключевых трендов. Я с радостью передаю слово следующему спикеру, Екатерине Уороновой, она уже как раз-то взяла слово. Меня зовут Екатерина Уороновая, я последние 9 лет возглавляю отдел мерчендайзинга BTL в компании S&P Production. Я думаю, что компанию S&P Production все знают, но на всякий случай расскажу о том, чтобы вы понимали, что действительно это крупная компания. У нас есть три направления. Это соусное направление, это кондитерка, и это S&P Developer, это торговые центры. Наша продукция представлена в 34 странах и в более чем 85 регионах Российской Федерации. Нашу продукцию распространяют больше 250 дистрибьюторов, и в 2021 году торговая марка «Махеев майонезов» заняла первое место среди любимых брендов россиян. Так сложилось, что с 2020 года направление мерчендайзинга проходит трансформацию, и мы выстраиваем работу в данном направлении в новых ареалиях и реализациях рыночных потрясений. Различные факторы создают преграды для достижения поставленных целей производителями, и мы находим возможность развития в этих условиях. И прошлый год тоже был непростым для всех. В марте месяце мы были вынуждены закрыть проект мерчендайзинга до мая месяца. Нам поступало очень много звонков с сетей, верните сотрудников, потому что товар стоял на складах, у сотрудников в сетях не хватало рук, потому что в первую очередь они выставляли продукты первой необходимости, чтобы полки были заполнены. Дальше мерчендайзеры, которые работали на стороне агентства с нами более 10 лет, они, естественно, переживали за компанию. Они выслали фотографии пустых полок, товара, который стоит на палетах. То есть люди не могли понять, а как так российский производитель закрыл проект. Они все надеялись на то, что здесь-то точно нет, и мы будем работать. Мы столкнулись с тем, что у нас очень резко вскочила себестоимость продукта, и мы не могли ее закупать, так как у нас договоры были все в долларах, а мы платили с отсрочкой на тот день по курсу доллара. И мы просто торговали в минус, на что собственникам было принято решение, что в срочном порядке мы должны сейчас повысить цены. Но, естественно, сети тоже не могли быстро все это сделать. И был такой замкнутый круг, плюс еще проблема началась с логистикой. Мы искали пути для того, чтобы привезти сырье достаточно качественное, потому что мы привыкли работать на определенном. И заняло это у нас два месяца. С мая месяца мы вышли обратно на рынок и начали работать опять с точки среднего мерчендайзинга. В некоторых компаниях получается, что далеко не каждая компания использует мерчендайзинг для роста покупательской активности. Считает этот инструмент бесполезным и неэффективным. Однако реальная причина, которую я вижу, это отсутствие результата, потому что не проявляется аудит бизнеса, стратегии оценки эффективности персонала и самой отрасли. Это то, о чем мы вначале говорили, что не понимают, надо, а зачем надо, куда у всех есть, и мне тоже надо. Поэтому наша адресная программа, она строится, она эластичная, и она в зависимости от сезона, так как наш продукт, он сезонный, высокий сезон, она у нас расширяется, в межсезонье мы немножко ее сокращаем, и в низкий сезон адресная программа у нас там сокращается до 3000 торговых точек. Ну, естественно, гипермаркеты мы обслуживаем в первую очередь. Мы, прежде чем передать в агентство адресную программу, мы ее анализируем. Мы берем третичные продажи в торговых точках. И на основании этого выстраиваем рейтинг магазинов, которые мы будем обслуживать. Дальше мы начинаем, после того, как мы запустились, мы начинаем анализировать, что если мерчендайзер отработал больше 60% времени в этой торговой точке, которая положена, и мерчендайзер, который отработал меньше 60% времени, которое положено, мы начинаем анализировать, все-таки приносит мерчендайзинг свой эффект от того, что он работает там, или не приносит. Если что-то у нас по подведению анализа выявлено, что в торговых точках, в которых подключен мерчендайзинг, а выручка ниже, чем в тех, в которых не подключен, значит, что-то мы делаем там не так. И мы начинаем с этим разбираться, то есть, что не так. Планограмма сети, мерчендайзер не выходит, липовые отчеты, нет ценников, может быть, все, что угодно. То есть, мы каждый месяц сдаем отчет собственнику о потраченных деньгах. И, соответственно, он уже видит, что происходит. То есть, мы рассматриваем каждую сеть отдельно. В компании принято решение, что мерчендайзинг может обходиться не более чем в 4% от оборота торговой точки. И мы должны этого придерживаться. Поэтому, ну, как бы, да, в каждой компании это может быть по-разному. У нас это 4%. У нас достаточно большое количество ИСКЮ, больше 100. И мерчендайзерам не хватает времени, и поэтому, как бы, с этим тяжело. Соответственно, при росте объема продаж и выручке торговой сети можно дальше рассматривать расширение адресной программы. Если есть эффект, соответственно, мы расширяемся. Среди торговых точек мы рассматриваем еще зеркальные торговые точки, в которых нет мерчендайзинга, и смотрим, что в них происходит от месяца к месяцу. Соответственно, И, соответственно, у нас есть цели у наших сотрудников, которых мы берем через агентство. Это на сегодняшний день ценен каждый сотрудник, потому что, если раньше профессия мерчендайзера, она была престижной, это было модное слово, и люди не знали, что это, да, на сегодняшний день. Они понимают, что им приходится и делать заказы, и общаться с заведующей, решать вопросы, и выкладывать товар, и тут же где-то напечатать ценник. То есть они стали уже более, наверное, с более высокой нагрузкой, да, и уже, наверное, на сегодняшний день это считается не мерчендайзером, мерчендайзера, наверное, выполняет функцию все-таки уже торгового представителя, потому что достаточно большой объем работы, который от них сейчас требуется, да. Со своей стороны, как со стороны производителя, мы проводим регулярное обучение агентства, персонала. У нас есть свой персонал в крупных городах, которые непосредственно каждый день в полях приходят, обучают сотрудников именно нашим стандартам, нашим требованиям. Соответственно, регулярные продажи по выкладке должны быть лучше, чем по планограмме, если мы видим, что конкурент в это время зевает или уже выявили, да, так как на сегодняшний день очень много поставщиков, которые вышли с сети, и если мы сейчас не займем их место, то, соответственно, займет кто-то другой, поэтому у мерчендайзеров четкие установки на сегодняшний день, что необходимо делать. И так как работа мерчендайзера это, грубо говоря, какой-то монотонный труд, мы стараемся сделать какие-то плюшки для них для того, чтобы было им интересно. У них есть постоянно мотивационная программа для того, чтобы они были заинтересованы с заведующими решать проблемы, просрочки, если вы заказали большое количество товара, чтобы они договорились все это выставить. И также у нас есть одна из мотиваций, в том году мы с ней выходили, это креативные ДМП, которые выставлялись в сетях. Люди проявили инициативу, они что-то пилили, что-то рисовали, достаточно было интересно. В этом году мы запустили, чтобы они снимали ролики ВКонтакте, то есть первый приз это было 50 тысяч рублей для мерчендайзеров это прям было вау.